Я думаю, что русские теперь понимают, что независимо от того, чем закончится эта война, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. И поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, придется отрезать Украину от Черного моря. В порядке, Скотт. Теперь, может быть, перейдем к вопросам, эта версия, спроси инспектора, с техническими проблемами, но мы справимся с этим. Первый вопрос исходит от Питера из Германии. Несколько месяцев назад ты сказал, что Россия слишком цивилизована, чтобы использовать кассетные боеприпасы. Но сейчас я продолжаю видеть сообщения о массированном применении бомб Р-500. Неужели Россия все-таки впадает в отчаяние? Да, Питер, здесь происходит много отчаянных событий. Россия действительно в отчаянии. Они проигрывают эту войну, но они не проигрывают, не так ли? Нет, они побеждают. Видишь ли, Питер, у каждого действия есть свои последствия. Россия цивилизованная страна, и Россия заявила, что мы не будем первыми, кто применит кассетные боеприпасы. На самом деле Россия не применяла кассетные боеприпасы. Но Россия сказала, что будут последствия, если Украина применит кассетные боеприпасы. Соединенные Штаты предоставили Украине значительное количество кассетных боеприпасов, которые были использованы против российских солдат. Питер, ты когда-нибудь был на войне? Ты знаешь, что такое кассетный боеприпас? Ты когда-нибудь попадал под прямой обстрел кассетными боеприпасами? Ты понимаешь, каким жертвам это приводит? Русские гибли под этими кассетными боеприпасами. И угадай, что? Россия сказала, что с нее хватит. Они применили более совершенные кассетные боеприпасы, и они убивают украинцев. Украина сама навлекла это на себя. НАТО навлекло это на Украину, предоставив им это оружие для начала. Если бы они не ввели кассетные боеприпасы, этого бы не произошло. Но это не акт отчаяния со стороны России. Это акт возмездия. Возмездие за начало применения Украины кассетных боеприпасов. А боеприпасы, которые они используют, поступают из некоторых мест Германии. Подумай об этом, Питер. Вы, ребята, сделали это. Вы несете за это ответственность. Благодаря вам это произошло. То же самое относится и к моему народу, американцам. Нет, сейчас я не испытываю симпатии ни к одному немцу. Это была приятная маленькая деталь, которую ты добавил сюда. Я этого не ожидал. Все в порядке. Джастин смотрит нас на YouTube. Добрый день из Австралии, ребята. Скотт, ты видишь, что скоро начнется война в южной части Тихого океана? Ну что же. Джастин, я полагаю, ты имеешь в виду войну против Китая в южной части Тихого океана. Если бы она действительно началась, это была бы очень короткая война. Китай победил бы, а Австралия заплатила бы высокую цену в виде экономических потерь. Ты же знаешь, что это война, которую Соединенные Штаты опять же проиграют заранее. Что же мы тогда будем делать? И, боже, это как бы превращает австралийца в мишень, не так ли? Потому что это будет война, развязанная Австралией, Соединенными Штатами и Великобританией. Китай не собирается начинать эту войну, потому что у них уже есть острова. Именно мы собираемся начать эту войну. И как только мы начнем эту войну, неужели ты думаешь, что Китай будет сидеть сложа руки и просто позволит Соединенным Штатам наращивать военную мощь в Австралии без каких-либо последствий? Австралия подвергнется бомбардировке высокоточными управляемыми баллистическими ракетами. Так оно и есть на самом деле, чувак. Так что мой тебе совет, не делай этого. И знаешь, Австралия, похоже, движется в этом направлении. Ваш премьер-министр отправился в Китай и возобновил контакты с китайцами. Они, похоже, признают различия во мнениях, но при этом признают, что в интересах обеих стран наладить эффективное экономическое взаимодействие, и, как вы понимаете, восстановить торговлю. Я думаю, что именно в этом направлении сейчас и развиваются события. Послушай, каждый генерал и адмирал на Тихом океане знает, насколько слабы Соединенные Штаты на самом деле. Я имею в виду, что мы постоянно проводим учения здесь и там. Но ты знаешь, взгляни на количество задействованных войск и скажи мне, действительно ли эти войска окажут существенное влияние на войну с Китаем. Нет, так что я не думаю, что на Тихом океане начнется война, потому что это было бы равносильно самоубийству. Это не значит, что на Тихом океане не будет войны, потому что люди склонны совершать суицидальные поступки. Так вот, я думаю, что в данном случае мы уже приняли решение, что прямо сейчас мы заняты тем, что пытаемся стабилизировать отношения с Китаем. Именно поэтому президент Си Цзиньпин отправился в Сан-Франциско и встретился там с Джо Байденом, чтобы создать ощущение стабильности и не дать ситуации выйти из-под контроля. Давай ответим на вопрос, который появится в прямом эфире на Ютьюб. Русский балет следит за нами на Ютьюб. Он спрашивает, что ты думаешь о закрытии в Финляндии границ с Россией? Финляндия прямо сейчас просто играет в глупую игру. А когда ты играешь в глупые игры, то выигрываешь глупые призы. Они пытаются выглядеть решительными перед лицом России. Они стараются, чтобы никто не подумал, что они отступают, но все, что они делают, это разоряют самих себя. Кто-то не справился с бухгалтерией в этом деле. Это один из тех действительно глупых шагов, когда вы смотрите на это, а они закрывают границу, и вы говорите, ребята, вы же знаете, что потеряли в торговле пару миллиардов долларов. Вот так. Ты же знаешь, что Россия не страдает. Некоторым русским это доставляет неудобства. Многим русским нравится ездить в Хельсинки. Многим русским нравится ездить в Финляндию. Ты же знаешь, они делают это десятилетиями. У нас сложились хорошие отношения. Так что да, это может раздражать русских, но вы не причиняете вреда России. Вы причиняете вред Финляндии и просто ставите себя в неловкое положение. Финны такие жалкие. Они действительно очень жалкие. И скоро они узнают, что такое реальность. Россия построила новый военный округ, который находится рядом с Санкт-Петербургом. В нем будет 70 военнослужащих, единственная задача которых — убивать финских солдат. А русские действительно хороши в убийстве людей. Они доказали, что сейчас на Украине у них это получается лучше, чем у украинцев. У них это получается лучше, чем у НАТО. У них это получается лучше, чем у кого-либо в мире. Они разработали новую тактику, новые технологии и новые оперативные методики. У них самые сильные вооруженные силы в мире, а Финляндия просто разозлила их. Их единственная задача — тренироваться убивать финнов. Так что поздравляю тебя, Финляндия. Продолжай в том же духе. Может быть, ты получишь войну, о которой так отчаянно мечтаешь. Тимаченко и Галифакс, Канада, не могли бы вы рассказать нам о международных договорах по оружию, которые больше не действуют, и кто, по вашему мнению, в этом виноват? Ну что же, начнем с того, кто, по моему мнению, виноват. На 100% это Соединенные Штаты Америки. Скотт, как ты можешь так говорить? Я не знаю. Давай посмотрим. Мы вышли из договора по противоракетной обороне. Это был основополагающий договор для современного контроля над вооружениями. Это фактически создало реальность того, что вы не можете выиграть ядерную войну. Это породило идею взаимного гарантированного уничтожения, что если мы запустим по вам ракеты, то никакой защиты не будет. Так что наши ракеты убьют вас. Но если вы запустите ракеты в отместку, у нас не будет защиты, ваши ракеты убьют нас. Поэтому давайте не будем стрелять ракетами друг в друга. И если мы создаем ракеты, которые не хотим запускать друг в друга, почему бы нам не сесть и не провести переговоры о контроле над вооружениями? Таким образом, договор попроопределил условия для переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений, которые определили условия для переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений, что создало потенциал для договора о ядерных силах средней дальности. Это серьезное сокращение. Именно этого добились уровни контроля над вооружениями. Но потом Соединенные Штаты сказали, ну видите ли, нам это не нравится, потому что мы не стремимся к паритету. Мы не стремимся, но вы понимаете, к взаимной безопасности. Мы стремимся к американской гегемонии. Мы хотим, чтобы договоры о контроле над вооружениями в основном расширяли наши возможности. И теперь, когда Россия слаба, когда весь Советский Союз распался, мы считаем эти договоры неудобными, потому что они сдерживают... Итак, мы вышли из договора ПАПРО, чтобы создать систему противоракетной обороны, потому что мы никогда не думали, что русские будут возражать. Затем мы развернулись и вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но прежде чем мы это сделали, мы также приложили все усилия, чтобы договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений так и не были выполнены, потому что мы не были заинтересованы в их выполнении. Мы не хотели их внедрять, потому что зачем? У нас есть превосходство. Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах. Он также был бывшим заместителем министра обороны и главным переговорщиком по контролю над вооружениями. Он вел переговоры по единственному оставшемуся договору между Соединенными Штатами и Россией о контроле над вооружениями. Это новый договор ОСНВ, подписанный в 2010 году. Когда в 2009 году начались эти переговоры, он сказал администрации Обамы, эй, нам нужно включить в него противоракетную оборону. Все, что вы сделали с выходом из договора Попра и последующим размещением этих систем противоракетной обороны в Румынии и Польше, нам это не нравится. И мы не в восторге от дальнейшего сокращения нашего стратегического арсенала. Пока у вас есть эти системы противоракетной обороны, они взаимосвязаны. И Обама сказал, я не могу, я не могу вести с тобой этот разговор прямо сейчас, потому что Сенат никогда это не ратифицирует. Мы собираемся обсудить аспект контроля над вооружениями. А затем, когда я проведу этот вопрос через Сенат, мы будем добросовестно вести переговоры по противоракетной обороне. А Антона сказала, нет, я не хочу этого делать. По-моему, это глупо. Но его начальство сказало, да, мы так и сделаем. Я доверяю Обаме. Он хороший парень. Так что они провели переговоры по этому договору. Он был ратифицирован и вступил в силу, и Антонов начал обзванивать людей. Эй, помнишь ту историю с баллистической ракетой? Мы готовы. Наши ребята сейчас в Женеве. Давай начнем. Ты ведь не приедешь в Женеву, не так ли? Ты задерживаешься? О, ты же вообще не собираешься этого делать, не так ли? Ты солгал мне. Зачем русским когда-либо снова вступать в договорные отношения с Соединенными Штатами? На самом деле, как сказала Россия, мы не собираемся возрождать ни один из договоров времен Холодной войны. Мы покончили с этим наследием. Мы устали вести переговоры с американским партнером, который не является партнером. Они лгут, жульничают, воруют. Они не ведут переговоры добросовестно. С этим покончено. Если ты хочешь иметь что-то совершенно новое, то это нормальные представления о том, что Россия подлизывается к Америке, Россия идет на уступки. Знают ли люди, что в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, русские уничтожили гораздо больше систем, чем мы? Русским надоело играть в эту игру. Они создали ядерное оружие нового поколения, тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» «Ярс», которая представляет собой очень точную мобильную МБР шахтного базирования. Новинка — это бычок ракеты, запускаемый с подводных лодок, гиперзвуковая маневрирующая боеголовка. «Авангард» — ни одна из этих систем противоракетной обороны, которые мы устанавливаем, не сможет остановить ни одно из этих устройств. Так что Россия аннулировала это. Так что выход из договора по праву был самой глупой вещью, которую мы когда-либо делали. И мы потратили почти триллион долларов на противоракетную оборону. Все это пошло прахом, леди и джентльмены. Это триллион долларов. Ты знаешь, что мы могли бы сделать с помощью Эй? Я знаю, что я мог бы сделать сам. В Вегасе это не было бы такой уж большой ставкой. Но я хочу сказать, что знаешь, боже мой, за триллион долларов ты мог бы в буквальном смысле решить все проблемы Америки за те деньги, которые мы потратили на противоракетную оборону. Потому что все это ушло, не так ли? Ничего из этого больше не работает. Мы не можем сбить российскую ракету. Этого не произойдет. Они нас уничтожат. И не только это, они находятся в таком положении, что могут нанести нам превентивный удар, если захотят. Они могут запустить ракету Сармат, и она пролетит через Южный полюс, где мы не сможем ее обнаружить. А затем выпустят свои передовые гиперзвуковые маневрирующие боеголовки, которые мы не сможем сбить. А если они накроют Америку, скажем, парой сотен таких, то все будет кончено. Все кончено. Так что Америка сейчас говорит, ну что же, нам нужно наращивать обороты, мы должны это сделать. Потому что у нас есть Минитмен 3, который был выпущен в конце 1960-х годов. Ты знаешь, они только что провели один из своих регулярных тестовых запусков Минитмена 3. Его пришлось взорвать в воздухе, потому что он не сработал, потому что это старая ракета. Так что мы собираемся построить новую Сентинел. Она будет развернута где-то в 2034 году, если пройдет летное испытание, а это большое если. Потому что наш военно-промышленный комплекс, похоже, в последнее время работает не слишком хорошо. Все дело в зарабатывании денег, а не в создании хорошего оружия. Но мы собираемся потратить на это много денег. Некоторые люди говорят о 200-300 миллиардах долларов, я могу гарантировать, и давайте прямо сейчас сделаем ставку на то, что конечная цена нашей стратегической модернизации ядерного оружия превысит 1 триллион долларов, потому что именно столько нам будет стоить новая ракета, новые подводные лодки, новый бомбардировщик, чтобы привести все это в действие. Россия предупреждала нас об этом. В 2018 году Владимир Путин выступил с речью, в которой представил все эти виды оружия. Он сказал, мы просили вас не выходить из договора по праву. Мы просили вас не делать этого, того и другого. Вы нас не послушали. Так что позвольте мне познакомить вас с нашей командой, с моим хорошим другом, с Арматом Ярсом, вот этим, этим и еще кое чем. А потом он сказал, теперь ты меня слушаешь? Я не думаю, что мы слушаем, но мы должны были бы слушать. Ты знаешь, когда-нибудь нам придется сесть за стол переговоров с русскими и разобраться с этим офицером-ядерщиком, иначе мы все умрем. Начнется ядерная война. Ты знаешь, но я думаю, что нам придется научиться начинать все с нуля. Мы, по сути, перевернули все с ног на голову. Раньше считалось, что русские хотели бы установить контроль над вооружениями с Америкой, потому что у нас было некоторое превосходство или что-то такое, что, как мне кажется, мы могли бы сделать. Сейчас это необходимо, и русские не собираются играть в эту игру. Они собираются сохранить свое превосходство. Они не собираются признавать свое превосходство. Они не собираются отказываться от оружия, которое делает их непобедимыми с ядерной точки зрения. И нам придется научиться жить с этим и просто пытаться контролировать это, понимая, что мы никогда больше не окажемся в таком положении, когда сможем ложиться спать по ночам. Чувствуя себя комфортно, что ничего плохого случиться не может. Потому что у русских теперь есть оружие, которое может привести к тому, что очень плохие вещи произойдут в любое время, когда они захотят. И это наша вина. Майк Рафон из Финляндии. Финские военные и правительственные чиновники хорошо осведомлены из ситуации в Украине, и все же они постоянно затевают ссору с Россией. Что стоит за всеми этими безжалостными медвежьими нападками? Насколько я понимаю, Финляндия вступила в НАТО без референдума, а это означает, что финское правительство в одностороннем порядке решило, что оно собирается сделать. Акт безумия, и с финским народом никто не советовался. Теперь, когда они это сделали, это выглядит довольно глупо. Я имею в виду, что они решили присоединиться, когда это казалось легким делом. Россия терпит поражение. Россия идет ко дну. Давай вступим в НАТО. Знаешь, давай станцуем на могиле русского. Может быть, если мы вступим в НАТО, это станет частью общего эффекта, который приведет к свержению Путина, потому что именно этого добивалось НАТО. Они хотели московского Майдана. Они хотели, чтобы русский народ восстал и избавился от Путина. И внезапно финны начали оглядываться по сторонам и думать, что Путин стал популярнее, чем когда-либо. Россия стала сильнее, чем когда-либо. С их экономикой все в порядке, учитывая санкции, их военные надирают серьезные задницы, а у нас большие неприятности. Поэтому не хотим ли мы признать, что были неправы? Так вот, чтобы оправдать вступление в НАТО, они должны делать то, что выставляет Россию угрозой. Именно этим они сейчас и занимаются. Они просто пытаются выставить Россию угрозой в глазах общественности Финляндии. Марк Кеслер следит за нами на Фейсбук. Намерена ли Россия сейчас забрать недвижимость из Кересона, Одессы, в Приднестровье? Да, именно так я сейчас и пишу статью, которая по сути является рабочим названием его книги «Прощай, Одесса». Ты знаешь, я думаю, что судьба Одессы была решена недавно, когда Зеленский и его правительство похвастались тем, как они изгнали российский флот, Черноморский флот из Севастополя. Большинство тяжелых военных кораблей Черноморского флота действительно покинули Севастополь и направились в российские порты на побережье Черного моря. Почему? Потому что это было неприемлемо. Были эти беспилотные летательные аппараты на воде, а потом появились другие беспилотники. Ты знаешь, что украинцы могут запустить 100 таких ракет. Если хоть одна из них прорвется, это будет потопленный корабль, это поврежденный корабль. Это не тот способ, которым русские хотят играть в мяч. Таким образом, ты хочешь сказать русским, что в Крыму не будет мира до тех пор, пока Украина контролирует Одессу. И я думаю, что это решило судьбу Одессы. Я думаю, что русские теперь понимают, что независимо от того, чем закончится эта война, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. И поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, придется отрезать Украину от Черного моря. Придется взять... Русские сказали, что если Украина хочет продолжать эту войну, то они потеряют еще пять областей. По-моему, я только что назвал пять областей, которые они потеряют. Так что это решение приняли украинцы. Они сами навлекли это на себя. И просто имейте это в виду сейчас, когда главные украинские переговорщики выступили и признали, что эта война могла бы закончиться в апреле. Если бы Украина просто подписала договор, по которому велись переговоры. Знаешь, когда ты смотришь на текст, это выглядит почти так, как будто мы диктуем условия прекращения конфликта с русскими. Русские давали нам так много уступок, так много уступок, уступок, которых мы, кстати, не требовали, потому что Россия, очевидно, хотела мира. Представь, что Владимир Путин, величайший в мире разжигатель войн, действительно хотел мира и был готов пойти на огромные уступки украинцам, чтобы добиться мира. Все, что им нужно было сделать, это сказать, мы не вступаем в НАТО. Вот и все. Ну что же, вот они, 20 миллионов вынужденных переселенцев, разрушенная экономика. Они уже потеряли 20% своей территории. Они, вероятно, потеряют еще 30%. Вау, эта сделка выглядит довольно заманчивой. А те люди, которые отказались от нее, выглядят довольно плохо. Субтитры создавал DimaTorzok